Всем привет, ребят! Добро пожаловать на мой АСМР-канал. Меня зовут Лисан, и сегодня у нас мукбанг. Соседи решили, что именно сейчас, конечно же, надо что-нибудь сверлить там у себя в стенах. Ладно, смотрите, сегодня у нас будет новый котик сидеть на фоне. Это муж мне привез из командировки. По-моему, она прекрасна. Какие у нас сегодня будут с вами вкусняшки? Это марципаны, ребята. Я очень люблю марципаны. Муж был в командировке в Калининграде. Когда я сказала, что на хишечек этого города это сладости марципаны. Это классические, такие я уже пробовала. Это очень вкусно. А вот это какие-то с добавлением апельсина. Я такие еще не пробовала, мне очень интересно. И осталась у меня после дня рождения одна такая маленькая корзина. Остался еще кусочек Наполеона, но его любит муж, поэтому я оставила. Заваривайте себе поскорее кружечку чего-нибудь бодрящего, вкусного, кофе, чай, неважно. Молочный лун. Что я вам хотела еще показать? Поделиться своей радостью. Посмотрите. Да, это О. Это О. Это Zoom H6. Наконец-то он мой. Я планировала даже сегодняшнее видео попробовать записать, но, как выяснилось, для того, чтобы подключить его к камере, нужен еще там специальный проводочек, которого почему-то в комплектации не было, к сожалению. Поэтому я записываю сегодня на свою старую петличку. Я думаю, ничего страшного, потому что это мукбанг, это не АСМР, мы не шепчемся. И вам и так, наверное, меня прекрасно слышно. Ну что, давайте, наверное, попробуем сначала вот этот марцепан, потому что мне очень интересно, какой он по вкусу. Такие мини-палочки. Тут положу, чтобы было понятно, что это он. Вкусно. Мне очень нравится классический марцепан, который без добавок. Вот этот божественный привкус миндаля, ребята. Да что-то с чем-то. Знаете, о чем сегодня мы будем говорить? Я не хотела сегодня рассматривать никакую там серьезную тему, ничего такого рассказывать. Из своей жизни мне сегодня почему-то не хочется. У меня какое-то такое, знаете, романтическое, лирическое настроение. Нет, чтобы коробку открыть, это надо все нервы себя вытрепать. Посмотрите, какая прелесть. Ну так вот, у меня сегодня какое-то такое романтическое, лирическое настроение. И я, знаете, что придумала? Я расскажу вам, даже не знаю, не то, что сказку. В общем, такое, что это полусказка, полулегенда. Надеюсь, вам понравится. И следующие там несколько минут придут для вас в полном релаксе. Я когда-то очень давно прочитала ее, нашла на просторах интернета. Я помню, она меня прям зацепила. Возможно, я сейчас как-то не совсем близко к тексту, но смысл вам передам. Первый рынок. Укусите? Ом-дам-дам. Я хуже пробовала, знаю, что они очень вкусные. Брали такие корвеночки. Ну, в общем, слушайте легенду. Я сейчас еще один кусочек покажу. Очень вкусно. В общем, давным-давно, когда еще не все вещи на Земле имели свое название, в одном земном уголке мира собрались все человеческие чувства и качества. Сейчас бы сказали, что у них был сейшен или конференция. Но всегда таких слов еще не было. Просто общий ежегодный сбор. В общем, они обсудили все вопросы, которые стояли на повестке дня. И встал вопрос о неформальной части мероприятия, так сказать, о развлечении. Чем бы заняться? После того, как все насущные проблемы уже были обсуждены. Спорили, придумывали, предлагали всякие варианты. В общем, когда все уже порядком загрустили, а скука зевнула уже в третий раз, сумасшествие вдруг предложила. А давайте сыграем в прятки. В прятки? Удивилась интрига. Что это вообще за игра такая? Уж она-то считала, что все игры на Земле ей известны. Ну и сумасшествие объяснило, что кто-нибудь, например, оно считает до ста, закрыв глаза, а все остальные прячутся. Потом он идет искать, и тот, кого найдет последним, будет водить следующим. Игра всем пришлась по вкусу, идею одобрили. Эйфория закружилась от радости, как маленькая девочка. А вот сумасшествие завязали глаза, и оно принялось считать. Все чувства и качества бросились в рассыпную. Лень укрылась за ближайшим камнем на дороге, потому что ей не хотелось идти куда-то далеко. Триумф сумел взгромоздиться на верхушку самого высокого дерева, которое только росло поблизости. Зависть укрылась в тени триумфа. Благородство никак не могло найти себе места, потому что все укромные местечки, которые оно находило, подходили к кому-то другому, и он постоянно всем уступал. Ну, в итоге где-то там припряталась. Красота укрылась на крыле бабочки. В общем, когда сумасшествие почти досчитало до ста, все чувства и качества нашли себе место, где спрятаться. И только любовь не могла никак найти. В поисках, где бы ей укрыться, любовь металась из одной стороны в другую, и, наконец-то, набрела на большие кусты диких роз. Поскольку времени уже практически не оставалось, любовь решила, что как раз нормально будет, если она спрятится в этих кустах. Стол. Досчитала сумасшествие и отправилась на поиски. Это очень вкусные конфетки. Я в раю. В общем, сумасшествие отправилась на поиски. Первой, конечно же, она нашла лень, потому что на ближайшей каменной дороге. Ну, камон. Быстро рассмотрела триумф, увидела в его тени зависть, услышала в голосе ветра пение свободы, подняв голову к небесам, увидела, как вера спорит с Богом. Разглядела и красоту, и благородство. В темной мрачной пещере сумасшествие нашло страх, который там спрятался. Короче говоря, буквально за какие-то полчаса сумасшествие сумела отыскать всех, кроме любви. В поисках любви она забиралась на самые высокие горы, спускалась в глубокие долины, искала, искала, искала. Никто не мог ему подсказать, помочь. И вот, наконец, сумасшествие набрело на те самые розовые кусты, в которых пряталась любовь. Раздвигая ветки, сумасшествие неловко качнуло их, и острый шапурос поранили любви к глазам. Сумасшествие не знало, что делать, оно плакало, извинялось, молило о прощении. И в искуплении своей вины пообещало навечно стать поводурем любви. И вот с тех пор, как на земле играли впервые в прятки, миллионы лет спустя, любовь все так же слепа, а сумасшествие водит ее за руку. Такая вот милая сказка. Даже я не знаю, как это назвать. Притча. Надеюсь, вам понравилось. Я помню, я когда-то в школе, а я узнала эту легенду еще, когда училась в школе. У нас на уроках русского языка была такая практика. Мы должны были выбрать какую-нибудь заданную тему, либо придумать произвольную свою какую-то. И на эту тему в течение 10 минут рассуждать. Это называлось монолог. Мне всегда было очень скучно выбирать там из тех тем, которые предлагались. Поэтому я предпочитала придумать какую-нибудь свою и ее там развивать. Когда же так получилось, что я не успела подготовиться к уроку, не придумала, на какую тему буду говорить. И тут меня вызывают. Как всегда. Вырос плох. я вышла, мне просто всплыла в голове эта сказка. И я сказала, а сейчас будет сказка. И в течение там следующих 10 минут рассказывала эту историю. Народ был в восхищении. Всем понравилось. Получила тогда свою заслуженную бутерочку. Решила я с вами поделиться этой историей. Мне там кто-то писал в комментариях к прошлому мукбангу, что типа вот тебе сколько раз предлагалась тема про бездомных животных, актуальная, ты ее не поднимаешь, потому что тебе интересно рассказывать только о себе. Это не так, ребята. Мне интересно рассказывать не только о себе, естественно. Просто мне не хочется застракивать какие-то, знаете, такие достаточно триггерные темы, потому что для меня, допустим, тема животных, которых выбрасывают на улицу, это глубоко цепляющая эмоционально у меня проблема. И, допустим, релаксировать, смотря такое видео, я бы лично не смогла. А мы все-таки с вами собираемся здесь, чтобы выпить чай, посидеть с уютной беседой. это не значит, что я буду полностью игнорировать какие-то там серьезные темы. У меня сегодня настроение не то. Простите уж меня. Кстати, ребята, у меня еще такая новость для вас. Я послезавтра, сегодня вторник, да, послезавтра, короче говоря, я уезжаю к родителям в гости где-то недельки на две. Поэтому не ждите от меня ASMR-видео в ближайшие две недели. Я возьму с собой камеру и, возможно, сниму вам там какое-нибудь видео, но вряд ли это будет ASMR, то есть, скорее всего, это будет мукбанг. Напишите, кстати, в комментариях, какое бы украинское блюдо вы хотели увидеть на этом видео. Я постараюсь к вам прислушаться. обжирает козыночки. Обжирает козыночки. Правда, они такие достаточно сытненькие. мукбанг. Это будет, скорее всего, не слишком длинное видео. Но я уже успела допить весь свой чай. Надеюсь, вы тоже успели выпить со мной кружечку. Кружечку другую. И отдохнуть немножко от суеты рабочей недели, учебной недели. Всех очень люблю. Не скучайте без меня, я уезжаю ненадолго. Постараюсь не забрасывать совершенно канал на эти две недели. То есть, что-нибудь там, да, поснимаю вам, если будет такая возможность. Целую. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok